Здравствуйте! Это программа новости Сургут-24. Меня зовут Александр Маковей. В ближайшие полчаса мы расскажем о самом интересном сегодня. И в начале выпуска его некоторые темы. В связи с переходом на другую работу. Губернатор Югры Наталья Комарова объявила об уходе со своего поста. Президент России утвердил временно исполняющего обязанности главы нашего региона. Отдых с пользой. Дети из Сургутского района отправились на побережье Черного моря за загаром, новыми знакомствами и эмоциями. И чемпионский поезд дома. В Сургут из Таиланда вернулся боец Казбек Агаев. Он стал победителем мировых состязаний по тайскому боксу среди профессионалов. Начну с главной новости. Губернатор Югры Наталья Комарова объявила об уходе со своего поста по собственному желанию. Глава региона приняла такое решение в связи с переходом на другую работу. Об этом стало известно сегодня. Руководитель Ханты-Мансийского автономного округа записала видеообращение к жителям, предлагая его посмотреть. С первого дня в Югре знала я дома. Эта уверенность в каждом из вас, и я верю в меня, помогла добиться того, что наша Югра – регион-лидер. Потому что югорчане работают дома на восстановлении новых территорий с такой же самоотверженностью, как наши земляки на линии фронта, участвуя в специальной военной операции. Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за доверие, за поддержку каждого из вас, дорогие югорчане, за командность, за достигнутые результаты, за любовь к родине. Югра – ты в сердце всегда. Югра – это все. Согласно тогда поддержали Наталью Комарову. В 2015 и 2020 годах ее полномочия продлевались. За время работы в качестве первого лица региона Хантамансийский автономный округ стал одним из лидеров во многих социально-экономических рейтингах. Югра – в числе лучших по цифровой трансформации среди регионов, по количеству социальных предприятий в России, по уровню экопросвещения, благосостояния, качеству жизни. Сегодня же президент Российской Федерации предложил мэру Тюмени возглавить Югру. Видеозапись и текстовая расшифровка встречи Владимира Путина и Руслана Кухарука опубликована на официальном сайте главы государства и в Кремлевском телеграм-канале. Отмечу, Руслан Кухарук родился в 1979 году в городе Урае Хантамансийского автономного округа. В 2001 окончил Тюменский государственный университет по специальности юриспруденция и продолжил строить карьеру именно в этом городе. Работал в региональном департаменте имущественных отношений, департаменте земельных отношений и градостроительства администрации областной столицы. В 2016-м назначен заместителем градоначальника. Спустя два года утвержден в должности исполняющего обязанности главы Тюмени, а 8 октября 2018-го единогласно избран на пост главы города. Хочу предложить вам возглавить Хантамансийский автономный округ. Для вас там все родное. Я надеюсь, что все, что вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне. Что вы видите в качестве первоочередного? Какие первоочередные задачи вы считаете наиболее важными в работе на новом месте? Спасибо большое за оказанное доверие исполнять обязанности губернатора Хантамансийского автономного округа Югра. Действительно, сегодня это очень серьезный стратегический регион. Существенный вклад в экономику страны сегодня вносит. И первоочередная задача, конечно, продолжить все темпы развития. По определенным направлениям, думаю, что можно еще нарастить. Среди важных задач Руслан Кухарук выделил решение проблемы переселения из аварийного жилья и создания комфортной городской среды. Также первоочередная задача – это поддержка тех, кто сегодня защищает страну в рамках специальной военной операции. И исполнение указа главы государства о национальных целях развития страны. Руслан Кухарук считает, что необходимо плотно взаимодействовать с федеральными структурами, министерствами в части завершения тех задач, которые стояли в рамках национальных проектов. И в части формирования уже новых программ, ориентированных на 2030-2036 годы. Пока Руслан Кухарук возглавил ЮГРУ с приставкой временно исполняющей обязанности. Руководители региона изберет Окружная дума. До 29 июля губернатор Тюменской области должен представить президенту России список не менее чем из пяти претендентов. Глава государства внесет в парламент ХМАО фамилии трех кандидатов, из которых депутаты и выберут губернатора. Произойдет это 8 сентября. Что касается теперь уже экс-руководителя ЮГРЫ, то пока неизвестно, где именно Наталья Комарова продолжит работу. Мы спросили у сургутян, что им запомнилось из трудовой деятельности руководителя нашего региона, а также какие у жителей экономической столицы ЮГРЫ пожелания в адрес Натальи Владимировны. Все замечательно было, я была довольна. Сколько писем писали по поводу дорог, все ремонтировалось. Автобус дачный дали. То, что не было, слава богу, есть теперь. Нормально. Как вам губернатор? Может, приходилось обращаться к ней с каким-то вопросом? Нет, не приходилось. Ну, работа положительная. Да, все в принципе устраивалось, все хорошо. Что пожелаете ей? Удачи, здоровья, всего самого хорошего. Пожелать удачи на новом месте работы. Большой честью было работать в одной команде с человеком высокого уровня профессионализма, влюбленным в свой регион. Это цитата губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Он отметил, что Янао и Хмао на протяжении долгих лет улучшают и дополняют достижения друг друга в разных сферах, от социальной до промышленной. За плодотворное сотрудничество, что пошло на благо жителей Тюменской области и Югры, поблагодарил экс-главу Хмао Александр Моор, руководитель соседнего региона. О том, как изменился наш муниципалитет и весь округ за время руководства им Натальи Комаровой, мои коллеги расскажут в итоговой программе «Новости главное» в эти выходные. К другим новостям. В Сургуте прошли публичные слушания по проекту единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Он, по словам руководителя профильного департамента мэрии Алексея Факеева, связан с флагманскими проектами, которые заложены в стратегию развития муниципалитета. Корректировки в генплан потребовались, чтобы увязать все документы с целями и задачами, которые стоят перед Сургутом. В зависимости от перспективы застройки, плотности этой застройки, по перспективе преобразования, в том числе через комплексное развитие территорий, уточняются параметры этой застройки, соответственно, какое количество населения будет проживать в этих микрорайонах. Ну и по нормативам, исходя из нормативных требований по обеспеченности объектами социального значения, устанавливаются объекты местного значения для того, чтобы у нас не только жилая застройка осуществлялась, но и синхронно объекты местного значения, то есть объекты спорта, образования в первую очередь, на ту численность, которая определяется генеральным планом. Работа над изменениями началась год назад. Специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства собирали исходные данные и задачи. Среди них установление границ Сургута и сопредельных населенных пунктов, определение функциональных зон и точек размещения объектов местного значения. Документ рассчитан до 2044 года. К тому моменту прогнозная численность жителей ожидается составит 570 тысяч человек. Это и был тот показатель, в соответствии с которым и рассчитывалась потребность в объектах местного значения – жилье, школах, детских садах, больницах, рабочих местах. Задача у проектировщиков была не из легких, поскольку значительная площадь города уже застроена, либо не может быть вовлечена в оборот. Дефицит территорий в муниципальном образовании налицо. С одной стороны, 50% – это природно-репарационные территории, которые нужно сохранять и которые не могут быть использованы для нового строительства. То есть это леса лесного фонда, это городские леса, это водные объекты, достаточно также обширные. То есть получается, что суммарная площадь этих природно-репарационных территорий, она 50% сразу съедает. Также много мест в Сургуте попадает в зоны с особыми условиями использования. Северная часть – в зону минимальных расстояний газопроводов, в южной – территории затапливаемые. Их можно использовать, но после инженерной подготовки и компенсационных мероприятий. В сумме это 9,5 тысяч гектаров. Свободны – 1200 гектаров сургутских земель. И этого, по мнению специалистов, очень мало. Нужна реконструкция застроенных площадей и более эффективное их использование. В части размещения объектов социальной инфраструктуры есть неудовлетворенный спрос. Речь об учреждениях здравоохранения, культуры, спорта, образования. Необходимо новое строительство. Мало парковок, магистрали загружены. В некоторых районах есть сложности с транспортной доступностью. По всем направлениям в едином документе представили предложения. Было выполнено математическое моделирование автомобильных потоков. Предложили способы улучшения ситуации. Новые территории предусмотрели для коммунальных, складских, производственных, транспортно-логистических мощностей. 500 гектаров под парки, скверы и бульвары. Их надо благоустраивать, озеленять. Город развивается, конечно, стремительно. И, в общем-то, необходимо подтягивать инфраструктуру. Что мы пытаемся делать тоже. Многофункциональные общественно-деловые зоны. Таким образом мы тоже размещаем обязательно. И размещаем зоны специализированной застройки, где все-таки крупные объекты социальной инфраструктуры тоже размещаются. То есть объекты спорта, объекты образования. Для них также разделяются отдельные зоны специализированной застройки. Детский сад, школа, спортивный центр и поликлиника в шаговой доступности. В Сургуте продолжается развитие нового микрорайона «Марина-гора». В этом году там откроется филиал больницы, а также закончится строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест. Возводит объект компания «Сипромстрой», что и занималась застройкой территории. Какие еще объекты появятся в новом перспективном районе, смотрите в сюжете Марии Ливанян. Современный и комфортный детский сад в шаговой доступности. В микрорайоне «Марина-гора» заканчивается строительство дошкольного образовательного объекта. Учреждение долгожданное и по планам закроет текущую потребность имеющихся домов. Это как раз пример, когда застройщик социально ориентированный синхронизирует процесс строительства объектов образования одновременно с строительством жилья. Все понимают, жители города и администрации, что невозможно организовывать жилищную застройку без объектов образования. И по мере заселения жилых домов, которые здесь активно строятся, осуществляется строительство объектов образования. Как сказал, уже близко к завершению строительства детского сада, возле которого мы находимся, и продолжается строительство школы, ориентировочный ввод в 2025 году этой школы. Возведением занимается компания «Сипромстрой», что и застраивала весь микрорайон. Вести детский сад в эксплуатацию планируют до осени этого года. Он рассчитан на 300 детей. Это примерно 13 коллективов. От самых маленьких до тех, кто уже готовится к школе. Объект отвечает всем современным требованиям. Это просторные группы, оборудованный пищеблок, физкультурные залы и бассейн. Степень готовности, вы видите, оборудование у нас уже все установлено. Идет облицовочная работа. Ну, соответственно, сделан весь полный цикл гидроизоляционной работы. Сейчас идет отделочная работа уже финишная. Это для деток специальный такой объем. Да, на 6 метров, на 3 метра глубина 60 сантиметров. Напомним, что активное развитие микрорайона «Марьяна гора» началось три года назад. И уже в конце 2022 года в эксплуатацию были введены два дома. К заселению первой многоэтажки запустили общественный транспорт, начали обсуждать возможности открытия филиала поликлиники. Параллельно началось возведение детского сада и школы. Перспективы у территории большие. Здесь планируется также открытие в этом году поликлинического учреждения, что, безусловно, вместе с наличием объектов образования сделает этот микрорайон полностью, скажем так, укомплектованным всем необходимым с точки зрения социальных объектов. Здесь будет построено порядка 400 тысяч квадратных метров жилья в общей сложности. Кроме жилья это две школы, три детских садика, опять же объекты спортивного назначения. Ну и, по нашим ощущениям, это будет город-городе. В этом году также планируется ввести в эксплуатацию школу в микрорайоне Марлина-Гора. У застройщика компании «Сипромстрой» уже есть опыт в возведении таких объектов качественно и в короткие сроки. Также по принципу объекта образования, из которого мы находимся, построен за счет средств компании «Сипромстрой» общеобразовательная школа в 42-м микрорайоне. Она уже выкуплена через программу сотрудничества. И в сентябре планируется открытие этой школы. Новый корпус школы номер 9 на улице Есенина в этом году примет 15 первых классов. Всего объект рассчитан на более чем тысячу учеников. По аналогичному проекту возведут и образовательное учреждение на территории микрорайона Марлина-Гора. Мария Ливанян, Даниил Панков, Сургут-24. В Сургуте прошла встреча с делегацией предпринимателей Сибирского федерального округа. Гостей приняла торгово-промышленная палата, где состоялась презентация компании-делегации. Таким образом, посетители могли познакомиться с сургутскими предпринимателями, а также провести деловые переговоры. Отмечу, что основными направлениями деятельности предприятий Сибирского федерального округа, приехавших в Сургут, являются сферы ЖКУ, энергетика, строительства, производства строительных материалов, инженерных систем и оборудования. Мы познакомимся сначала с вами, с нашими услугами, товарами, и затем мы к ним представим предпринимателей Сибирского района, и уже в деловом общении, после вот такого круглого стола, мы можете пообщаться. За круглым столом собрались больше 30 человек, которые были заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Отмечу, что подобные события полезны для нашего региона. Таким образом, предпринимательское сообщество может найти для своего бизнеса новых поставщиков и производителей той продукции, которая наиболее востребована в нашем регионе. Многие бизнесмены Сибирского федерального округа уже работают с крупными нефтяными компаниями Сургута, района и Югры. Кроме того, среди предложений коллег много актуальных вариантов по импортозамещению. Взаимодействие между промышленностью Сибирского федерального округа, между промышленностью Новосибирска и предприятиями и предпринимателями Сургута, Сургутского района. В Сургутском районе мы тоже представляли. Была у нас 5 лет встреча назад. Поэтому я думаю, что в дальнейшем мы будем развивать вот эти взаимоотношения. Отдых с пользой. Дети Сургутского района отправились на побережье Черного моря. Отмечу, что поездки для юных югорчан оплачиваются администрацией муниципалитета. Родители за свой счет покупают лишь билеты. Напоминаю, что для ребят организовали отдых в нескольких направлениях. Краснодарский край, Тюменская и Свердловская области, а также Республика Башкортостан. Кроме того, дети, которые уже находятся в пути к морю, занимались в спортивных секциях. Одни лыжами, другие шахматами. И, как отмечают их сопровождающие, это отличная возможность набраться энергии и здоровья для новых побед в следующем учебном году. Секция лыжной гонки. Детей едет 13 человек. Мы едем тренироваться. И как оздоровительный сбор, чтобы дети, так скажем, побыли на солнышке, набрали сил. Это как раз-таки для иммунитета очень хорошо. Ну и потренироваться, и отдохнуть одновременно. Позже будем приседать, отжиматься. Ничего, найдем на свое занятие. Некоторые ребята, к слову, в лагерь уже ездили и даже могут сравнить места отдыха. Многим очень нравится Черноморское побережье, а некоторые, наоборот, хотят в Башкирию или Тюмень. Есть даже те ребята, которые отправляются в лагерь уже с компанией. Берут братьев и сестер. Родители всегда переживают, отправляя детей одних. Но, как признались юные путешественники, они будут каждый день созваниваться с мамами и папами и рассказывать им обо всем, что увидели. Думаю, в лагере будет классно, прикольно. В Анапе с родителями была. Потому что в прошлом году мне очень понравилось. Было весело, с друзьями гуляли там везде. Как думаешь, лучше будет с друзьями или с родителями? С родителями. С родителями, а почему? Не знаю. Вторые тройняшки родились в Сургуте. Врачи окружного центра охраны материнства и детства накануне помогли появиться на свет троим мальчикам. Их мама, 25-летняя сургутянка, поступила в медучреждение на 34-й неделе беременности. Каждый ребенок родился весом немногим меньше 2 килограммов. В средний – килограмм 770 граммов. Пока детям нужно окрепнуть. За ними наблюдают специалисты медицинского комплекса. Малышей дома ждут двое старших братьев. Им 5 и 2,5 года. Многоплодная беременность, к слову, для семьи стала неожиданной. Впрочем, в роду учеты были двойни. Напомню, что первых тройняшек в этом году медики нашего муниципалитета приняли в марте. Тогда женщина из Нефтьюганска также родила троих мальчиков. Чемпионский пояс дома. В Сургут из Таиланда вернулся боец Казбек Агаев. Молодой человек стал победителем мировых состязаний по тайскому боксу среди профессионалов. В парке «За Саймой» вместе с чемпионом вышли на пробежку десятки спортсменов. Как прошло атлетическое событие, какие планы у сургутянина на спортивную карьеру и какой секретный прием использует Казбек Агаев, знает Карина Александян. В парке «За Саймой» выходной день всегда очень много людей. Одни прогуливаются с семьей, другие устраивают променад с питомцами, а также в рекреационной зоне всегда очень много спортсменов. Десятки спортсменов, несмотря на довольно прохладную погоду, собрались на площадке, что со стороны улицы Университетской, сразу за мостом через реку Сайма. А повод поистине атлетический – начать утро с пробежки. И не просто с командой людей по интересам, а во главе с чемпионом мира по муай-тай среди профессионалов Казбеком Агаевым. Молодой человек приехал из Таиланда, откуда привез победу. Первые два боя у Казбека были с китайцами. Поединки завершились нокаутами от сургутянина. Чемпионский бой за поезд состоялся, вспоминает боец, с сильным соперником. Чемпионский бой, такой, пять раундов подрался, тяжелый бой был. Я его выиграл разногласным решением, 2-1. Нокаутом не получилось выиграть, как первый бой. И заслуженно выиграл, победил. Вручили поезд чемпиона. Я знал, что туда едут тренироваться, едут на сборы наши спортсмены. Там съезжают со всего мира спортсмены высших лиг. И тоже только захотелось поехать, получить опыт, тренироваться по эти сборы. Мне предложили бой. Единоборствами Казбек Агаев занимается уже более 15 лет. Сургутские боевые ковры и октагоны молодой человек начал осваивать примерно 4 года назад, когда приехал в наш муниципалитет из Дагестана. Его тренер Рамазан Гаджиханов сразу увидел потенциал атлета. И сейчас наставник отмечает разносторонность спортсмена. Казбек – чемпион мира по кунг-фу, победитель России по ушу Саньда. Теперь обладатель пояса по муай-тай и еще неплохо играет в футбол. Сколько молодежи собралось, сколько спортсменов в различных дисциплинках, боксинг, борьба. Даже до команды гимнастика приехали. Хотим объединить наших спортсменов, наших детей, показать им правильный пример, что нужно в субботу не отсыпаться до обеда, а бегать, тренироваться. У нас будет бег с Казбеком, на следующей неделе у нас будет бег с другими уже чемпионами, которые также отличились на других всероссийских турнирах и также на мировом уровне ребят. И будем просить также, чтобы боксеры, борцы, чтобы они тоже помогали, поддерживали нас. И каждую неделю мы будем стараться устраивать такие забеги. Чемпион сейчас собирается на сборы в Дагестан вместе с другими спортсменами сургутского клуба Академия ММА. Впереди серьезная подготовка к дебютным выступлениям по смешанным боевым искусствам среди профессионалов. Казбек раскрыл секрет своего коронного приема – вертушка с ноги в голову. Именно он, по словам молодого человека, принес победу. Технику удара боец отрабатывает регулярно. Казбек, в бою я видел, что когда джеб били, вот этот момент можно было поймать его на вертушку. Соперник, когда я сдал джеб, у него вот эта правая ручка отпускалась, челюсть была открыта. Вот этот момент, среагирую на нее. Да, да. А сейчас попробую на удар ее поймать. На раз. Раз. Вот хорошо. Еще раз. Раз. Бей, бей, не бойся. Бей, бей, не бойся. Давай. Тренера бережет, видите? Молодец. Карина Алексанян, Денис Зонов, Сургут-24. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире телеканала Сургут-24. Этот выпуск, как и другие программы, можно найти в наших соцсетях и на сайте. Впереди еще коммерческая информация и прогноз погоды. Всего хорошего. До свидания. Медицинская клиника докторов предлагает современное лечение ожирения с помощью бариатрической хирургии. Терапевтическое обследование, опытные пластические хирурги, полная конфиденциальность. Хирургическое лечение ожирения в клинике докторов. Если диеты и марафоны так и не помогли сбросить лишнее. Привет. Я знаменитый суп Том-Ям. Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в Том-Ям-Баре. Приходите в Центр Акватория для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате Морфеус-8. Инновационная технология безоперационного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица, признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону 59-35-35. Акватория, улица Магистральная, 36. Там, где есть комнатные цветы, царят уют и гармония. Там, где есть комнатные цветы, есть стиль и индивидуальность. Выберите свои комнатные цветы в магазине «Цветы мира». Популярные и редкие растения в горшках, прекрасный выбор кашпо, а также дополнительных аксессуаров для создания особой атмосферы дома или в офисе. «Цветы мира». Умные домофоны от «Телеплюс» принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. «Телеплюс». Всё. Управляйте домофоном из любой точки мира.